Называем магнитным официальным термоядерным синтезом. Значит, разговор идёт про... Сейчас вожу на картинке, чтобы было понятно. Именно про термоядерный синтез. Естественно, параметры не те, которые... Только что буквально два года назад говорили про термоядерный взрыв, но тем не менее. Все, наверное, знаете прекрасно про ИТР. Установочку про них. У них уже действуют. И в конце я скажу, буквально неделю назад получены рекордные параметры. И даже только в проекте. Так вот, если сравнивать так называемый магнитно-инерциальный термоядерный синтез, или по-другому называется синтез взмагничных решений с этими двумя обычными традиционными концепциями, то вы сразу можете посмотреть. Во-первых, если сравнивать плотность. Плотность решения в магнитно-инерциальном термоядерном синтезе на несколько порядков ниже, чем плотность в инерциальном или инерциальном синтезе, что ослабляет требования к драйверу. То есть не нужны такие затраты, как энергетические, так и капитальные, для драйвера, для внешних источников в этом варианте. Далее. Если посмотрим на времена. Соответственно, здесь в ИТРе и в стационарных системах нам нужны параметры порядка секунды и более. Здесь достаточно нескольких микросекунд. И вот эти вот вещи дают в итоге нам меньшие затраты, которые, сказал, капитальные и ценовые, так и установочки по размерам, ну, если говорить относительно этих расширенных систем, практически обещаются на одном лабораторном столе. Естественно, тут тоже очень много проблем, о них я чуть не расскажу, взаимодействие металла с плазмой, мы поговорим про плазму. Но, тем не менее, в общем, наличие магнитного поля, причем она называется система магнитной инерциального синтеза, гасит многие гидродинамические неустойчивости. Это тоже плюс по сравнению, допустим, с тем же инерционным синтезом, пардон, где у нас имеют веще, допустим, неустойчивое сервере тела, как мы нашим школам. Так вот, где же находится этот самый синтезомагничный мишень, где МИДС? Значит, если смотреть параметры температуры по вертикали и плотности по горизонтали, то вот вы видите прекрасно, вот поверхность Солнца, вот все основные точки относительно гидролепитера Земли, а вот это, соответственно, чисто магнитный термалят, а здесь находятся, значит, все звездные процессы стратегии, практически, и инерционное удержание. Вот синтезомагничный мишень или магнитно-инерционный синтез служит точно посередине между двумя этими традиционными классическими концепциями. Что это дает? Во-первых, именно эта концепция оказывается ближе всего в физике высокой впутности энергии. То есть мы при сравнении малых затратах энергетических получаем довольно большие плотности с учетом наложенного внешнего магнитного поля. Если переходить теперь к давлению и к массе топлива, то тоже вы прекрасно видите, что здесь мы находимся на так называемом бонусном лимите, который отличается классическим диффузионным приближением, на самом деле. Но, что хорошо тоже, с одной стороны, далеко от диффузионного предела, на котором находится наш НИФ. Не наш, а Витканский, конечно же. Это тот самый большой на данный момент. Но пока сравнили с национальной выжигательной установкой. Сразу же скажу, что у нас, если может быть в курсе, сейчас Путин подписал, за 42 миллиарда будет сразу выстроить ПЛ-2, большой пятоватный вазор, который по параметрам, по некоторым, должен превосходить НИФ. То есть будет три самых больших установки в мире. Ну и чтобы закончить сравнение, мы с положением НИФ, так скажем, во Вселенной. Вот еще одна картиночка. Значит, ну вот видите, тут теория большого взрыва, планеты. И опять вот где-то посередине находимся, посередине между этими всеми астрофизическими реагерными процессами, включая, опять дальше буду говорить. Поэтому эта концепция, это предложение, скажем так, оно может быть применимо как во стратегических задачах, так и в медицинских. Просто сегодня уже был разговор. Если сюда еще подключить компактность системы, то и много других предложений и приложений. Значит, что конкретно рассматривается, чем конкретно занимаемся мы? Я имею ввиду Валовинский университет и остальные наши российские лаборатории и международные. Значит, изначально с электроза магнической мишени включал в себя именно твердые, вот эти аппаратуры, твердые движутки лайнера. То есть металлические системы, которые обжимают вещество, в конечном случае это плазма или приогенная мишень, в рецепте из них тоже, которые нагреваются, становятся плазмой, именно металлическими толкателями. Откуда и проблема плазма, металл и так далее. Так вот теперь предлагается использовать не металлические лайнеры, а лайнеры того же состава, что и плазменные мишени. Допустим, лайнер из плазменной струй, который формируется плазменными струями, того же состава, допустим, для территвитии. Это первый вариант. Вы видите, здесь такая система. Вот плазменные пушки, которые формируют оболочку, так называемой лайнер, из дейтеритвития. Возможный вариант карбоновый, и все, и он лайнер, соответственно, с большим атомным номером. И второй вариант. Это обжатие мишеньки во внешнем магнитном поле. Здесь, может, не очень удачно показана катушка магнитная, это магнитная катушка. Значит, мишенька, может быть креогенная, может быть уже плазменная, обжимается лазерными или, опять же, плазменными импульсами. Мощными лазерными или плазменными импульсами. Итак, значит, мы имеем либо лазерное сжатие, либо, соответственно, сжатие высоко-скоростными и плазменными струями. Высоко-скоростные имеется ввиду с ума как больше 5. Если по параметрам посмотреть. Значит, если сравнивать про времена, я уже сказал, секунды, здесь микросекунды разговор идет. По плотностям мы где-то на 3-4 порядка плотности, значит, в лучшую сторону отличаемся от инферциального синтеза. Если говорить про магнитное поле, то начальное значение наложенного, или, как говорят, затравочного магнитного поля должно быть порядка одной теста. Кажется, большая вещь, но, на самом деле, сейчас уже получают для стационарных машин до 60 Тесла. А вот что может, на первый взгляд, пугать, это величина магнитного поля конечного. То есть на максимуме пики сжатия. А это еще даже маленькая величина. Уже в экспериментах получено значение сжатия магнитного потока до 3-х тысяч тестов. Уже экспериментальные данные за счет обжатия и решения лазерами. Ну, я здесь вот привел сразу несколько вариантов проектируемых и строящихся. Вот эта установка, в принципе, уже работает. Мы с Носоланом вместе. Два года назад они уже получили первую плазму. Вот это обжатие, ту самую, о которой я говорил, обжатие плазменными строями, плазменными мишенями. Немного из истории. Тут все по-английски. Я сразу скажу, что параллельно с американцами стопотом и актистов, еще в 70-х 80-х тоже предлагал идею разделения сжатия и нагрева. Но тогда шумный разговор чисто пролазовый. Поэтому здесь более общая такая градация, которая относится и к электронам, и к ионным пучкам, к тяжело-ионным пучкам. Это все еще раз повторюсь, магнитный универсальный термоярный ситус в новом его понимании. Поэтому разделение возникло именно из-за того, что имеются жидкие металлические лайнеры, имеются лайнеры тяжело-ионные, вот последние так называемые, я вот тоже пытаюсь оточного внимания, лазерный драйвер и лайнер с плазмовыми струями. Значит, если говорить про градацию в этом диапазоне с точки зрения физики высоких крупностей энергии. Значит, на три можно диапазона поделить. Низкое давление, вы видите, меньше 10 кВт, 10 мегабар среднее, и вот больше 10 мегабар, вот это уже, честно говоря, физика высоких крупностей энергии. Значит, запенчить уже уголовные пучки, тоже сразу скажу, в первом тренинде строится установка «Байкал», по которой, наверное, слышно слышали. Значит, вот так будет в своем классе одна из лучших по параметрам. Все и Фавилл Лубая, и «Байкал» должны к 19-20 году уже быть построены и начать полномасштабные эксперименты. Значит, что было до того? Значит, все началось, на самом деле, это даже американцы признают, естественно, с Сарова, с установки «МАГА». Она так расшифровывается, магнитное обжатие. Также в Троицке, вместе с «Индифай», именно с «Пимова», была такая установочка, это стенд для искры, магнитное обжатие «Лайя». Вот с этих двух установок практически начался магнитный официальный термоядный синтез. Но опять скажу отличие. Если в этом случае у нас взрыватели и ударники используют химическое вещество, да, взрывное, соответственно, чисто просто взрыв, скажем так, то здесь уже разговор идет как раз про «ЗТИНЧИ», про взрывающиеся проволочки, то есть про параметры на порядок меньше, чем в этом случае в системе «МАГА». Значит, что имеет цель перестроиться на данный момент? Про них я уже говорил. «Искра-6» в итоге не имеет места быть, скажем так, но вот сейчас есть, соответственно, я уже упомянул «Байкал», который будет строиться, и установка «ФЛ-2М» в ультрафиолетовый лазер. «Ангара», естественно, действует. Ну и в этом диапазоне параметров пока, естественно, рекордсмен – это «ЗТ-машина» в Сандийской национальной лаборатории. По параметрам здесь вы видите, я особо останавливаться не буду. Скажу только, что вот, значит, вот если сюда добавить как раз «ФЛ-2», которого пока нет, значит, в них общая энергия импульса 1,8 МГД, на нашей лазер МГД в станок килофранции 2, значит, на нашем «ФЛ-2» должно быть чуть больше, даже 40 МГД. Значит, в любом случае возможна система прямого и непрямого сжатия, обратия – это если разговор говорим про лазеры. Значит, в случае для «ЗТ-пинчей», соответственно, тоже все параметры здесь. Это, естественно, не только для магнитов инерциального синтеза, эти автоматы могут применяться и просто для экспериментов. и термоядерных, включая физически высоких потенцией энергии. Я просто здесь показал, что такие установы, которые могут работать в мире, в диапазоне очень много. Теперь перейдем к тому, что в мире происходит. Значит, кроме уже упомянутой «ФЛ-Х», «Плазмолайнер эксперимент», то есть у того самого эксперимента с плазминфеструями существует еще два разных подхода. Значит, вот это вот так называемый «Маглив», то есть магнитно-лазерная инерциальная схема, когда предварительно вишенька нагревается и подогревается лазером. То есть сначала интенсивный лазерный импульс, разогреваем вишень, и только потом включаем магнитное поле и сжимаем уже несколькими лазерами эту разогретую вишень. И другая схема – это вот чисто лазерное обжатие. Это университет Рочестер, Омега-ИП установка. Они получили практически первые рекордные показатели, в том числе по нейтроновому потоку. Здесь 14, у них сейчас нейтроносекун. Для лазеров это очень прилично. Они таким образом сжимают как атмосферическую, так и цилиндрическую мишень во внешнемагнитном поле. Вот у них получено рекордное назначение 3000 Тесла в момент максимального сжатия. Ну и две установки, которые относятся к металлическим лайнерам, больше даже и военные. Используют эта вот установка FLX в Шивистар. То есть Росаламус вместе с лабораторией ВВС в Интубе. Они используют обращенную магнитную конфигурацию, которая транспортируется в эту установочку в Шивистар. Здесь сжимается этим самым металлическим лайнером. Вот они, кстати, здесь проводят эксперты как по астрофизике, так и по таким направлениям. Это несколько установок, которые предназначены для магнитно-инлициального синтеза. Вот это последнее, допустим, нижнее, так называемый ускоритель плазмоидов, который как раз используется для формирования этого самого компактного тора. Кто не знает, компактный тор в термоядерном синтезе имеет в виду обращенную магнитную конфигурацию, как и сферобак, и сферический тор. Это все под одним термином, компактный тор используется. Отличают обращенную магнитную конфигурацию. Это компактный тор с чисто полоидальным полем, сферобак с полоидальным полем порядка периодального, а сферический торус это чуть другая схема. Ну вот, эти параметры, я даже уже в принципе их назвал. Значит, вот на лазерной установке Омега в данный момент, о, видите, даже стал меньше еще, уже для цилиндрической мишени, значит, получены более 7000 тестов. А для сферических 3000 тестов, как я уже говорил. Дальше, для, соответственно, PLX самое главное, что они сейчас имеют, минимум примеси, это очень важно с точки зрения термоэльной реакции, то есть у них практически нет контакта плазмоплазменных мишеней с металлическими изделиями, с металлическими проводами, с чем-либо, касающимися лайнера. Ну и вот, вот только что. Смотрите, пожалуйста, обращаю Ваше внимание. Впервые в истории, как было написано на сайте НИФа, Нибермора, получен выход у больше единиц. Ну и так называемая научная, где-то здесь написано, scientific, вот, scientific break-even, то есть первый раз величина выхода термоядерной энергии больше затрат. Вот посмотрите сюда, значит, получена максимальная энергия на пике, это 395 терраватт, при этом получен 215-й нейтрон. Еще раз, это так называемая научная, это не термоядерная в полном смысле, но тем не менее так называемое научное зажигание, то есть Q больше единиц, больше полученной, чем лучше. Это первый раз такое произошло в принципе. Ну, кстати сказать, тоже вышла недавно статья, даже на НИФе, с учетом вот этих последних данных, они все равно хотят использовать схему магнитную самую термоядерную синтезу, то есть добавить внешнее магнитное поле для избежания неустойчивости, получения еще, получения еще больше, лучших параметров. Часто в компаниях Hyper-V, в Вирджинии, вот у них уже есть 2-мерный Василь из 64-х плазменов, и сейчас они строят постановочку с 3-мерным сжатием, с 3-мерным обжиманием плазменных решений. И в Лондоне, в Imperial College, они на основе Z-pincha, тоже получают такую историческую мишень. Что с плазменными рельсотронами, что с сомневанными конкурсами? Значит, здесь, с одной стороны, вот эта мишень должна быть сформирована некреагентная мишень, это сформированная плазменная мишень, допустим, тот же самый сферомат, при обращенной магнитной конфигурации. Соответственно, должна быть уже приличная плотность по сравнению с фабриционным магнитным синтезом. 10,24 – это начальная плотность мишени, 10,24 – 7 мм минус 3, соответственно. На выходе после обжатия мы должны иметь как минимум 10,27 мм куб. Значит, температура тоже, если начальная очень маленькая, порядка 2-10 электрон-вольт всего лишь на всего, то конечная температура должна быть больше 10, как и так понятно. Но опять, по сравнению с IPA и традиционными схемами, плюсом является, что если учесть параметр Ноуссона, то получается, что мы чуть-чуть можем сдвинуться в меньшие температурные условия из-за того, что плотность у нас выше. НТА, УТ, соответственно, температура больше, при этом меньше плотности, меньше температура больше, наоборот. Первое мы предложили, если бы на некий IPA делали эксперименты с пробкатроном, то есть вот этих польцев, вот эти два кольца, в которых протекал ток порядка 100 кА, соответственно, образовываются магнитные конфигурации. Так вот, у них был пробкатрон, так называемая открытая ловушка. Мы предложили направить в разные стороны, соответственно, ток в этих катушках. Там получается тот самый КА с полиантиком катушкой. Это для случая лазерного, источника лазерных включений, а для случая плазменных пушек и плазменных струй. Мы предложили следующий вариант. Мы рассматриваем компактный торт, который предварительно, слева-справа, сформирован в камере формирования, затем эти возгрузки сливаются, при этом, естественно, должна быть обратной спиральностью, слева-справа, и справа образуется обращенная магнитная конфигурация мишень. Вот это мишень уже плотности как раз 10,24, еще, как я говорил, сжимается, сжимается плазменными пучками со скоростью как минимум 100 км в секунду. Параметры вот тут уже указаны. Перейдем к такой модели. Но детали я не буду останавливать. Скажу, что, значит, рассмотрен отдельно в участии для лазерных пучков, лазерной абляции, вот получено, допустим, как раз для КАСПР, соответственно, число частиц магнитного поля, плотности, это все для КАСПР выражение. И сейчас мы уже разработали намерную реакционно-гидродинамическую модель как для лазерных драйверов, так и для плазменных пушек. Значит, в чем тут новизна, что нового? Во-первых, по сравнению с лазерами, естественно, нужно учитывать давление теплопроводности. Ну, естественно, вот теплопроводность здесь, все вязкости у нас здесь. Соответственно, самое главное, кроме конвекции и диффузии, еще есть самое спонтанное магнитное поле. То есть кроме внешнего магнитного поля еще накладывается на СНТ спонтанное магнитное поле, которое по величине может быть такого же порядка, что и внешнее магнитное поле. И вот тут начинаются много разных вопросов и ситуаций. Значит, про коэффициенты поглощения и абсорбции устанавливаться не буду. Естественно, вычислено все. Оторекомбинация, тройная рекомбинация, средний заряд даже мы сами не посчитали для этих температур, потому что не было точнее и точнее. Так, про коэффициенты абсорбции я уже сказал. Вот, значит, некоторые задачи, которые мы уже сделали для тестирования одномерной нашей рационной гидродинамической модели. Дальше. Возможно создание, уже тоже есть даже экспериментальные установки в Америке, возможно создание термоядного реактивного МИДС, например, и в НАСА, и в МАРШЕ, и в институтах во многих. Установки, имеющиеся в Америке, они разрабатывают именно ракетные двигатели на основе МИДС. Дальше. И протонный и нитронный источник тоже должны быть. Я говорю про протонный источник. Имеется в виду реакция гетерриги Л3, когда у нас имеются альфа-частицы и протоны. И это тоже мы пока не в таком виде, но уже есть установочка вот как раз вот этих источников нитронов. А если говорить о том, что рассчитывали о балансе и коэффициенте усиления мощности. А вот, я не пропущу. Вот это данные наши как раз с учетом магнитно-инерциальных дел. Вот как раз все, на что оказалось ваше внимание обратно. Здесь в Л3 протекает более комфортно при меньшей температуре, но если говорить про источник протонов, то нам нужны реакции, допустим, в литерии Л3, которые вот имеют в продуктах протон с энергией 47МФ и соответственно альфа-частица, которая есть и в литерии Л3. Так вот, вот эти протоны уже сейчас в университете Вискансен используют для производства изотопов молитвена, техниции для лечения рака. Ядерно-цемоядные реакторы, ну и естественным уничтожением, и, конечно же, в дальней перспективе, так скажем, даже не в среднем, а в дальнем уничтожении ядерных и биологических отходов. Он здесь в порядке, видите, здесь 14 метров в секунду, то есть для текущих значений это пока не достижимо. Это очень большой установка. Вот что уже может быть и что есть, в том числе с частью магнитно-инерциальных установок, это вот этот диапазон для так называемого эмоционально-мипостатического удержания, где можно получать параметры 10-12 метров в секунду. Ну вот, вот эта реакция, кстати, кому интересно, то есть вот протоны из реакций катеригелий взаимодействуют с кислородом 18, и, конечно, из моих лент включается плюс у нас. Вот это дело, они используют эмоционально для лечения рака. Ну, я уже сказал, да, средние и дальние перспективы, это небольшие погибридные ядерно-цемоядные реакторы, в том числе, кстати, вот на обменовочую излозку водорода, то есть тех реакций, которые там. Таня, чтобы приставляли весь размер ее, где-то общий внешний радиус чуть больше метра. Ну и, может быть, будет интересно, я что-то раз в обзор решил поместить некоторые данные по частным компаниям. Значит, вот конференция, то есть картинка, на самом деле, простая, это из Google картинка. Значит, вот, когда все говорят про обычные вещи, где нет магнитного поля, то все нормально, как бы мы находимся в этой лощине, видите, такая четкая линия, даже сняты эти спутники, но ее четко видно. Как только мы уходим влево или вправо, вниз или наверх, сразу возникает точная голова. Вот поэтому мы сейчас летим чуть-чуть в гору и хотим обладаться с этими магнитными полями. на примере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...